Доброго времени! На этом видео смотрим на работоспособность такого плеера WMFX163. Этот плеер из бюджетного, скажем, сегмента, выполнен из ластика и, несмотря на свою китайскую родословную, вот мы видим Made in China, этот плеер, к удивлению, но, несмотря на этот многих отталкивающий факт, этот плеер обладает невероятно качественным звучанием. И для нескушенного пользователя это может оказаться откровением, скажем так, так как для меня в своё время, как бы при иных обстоятельствах, увидев его, взяв руки и прочитав Made in China, я бы подбросил и пнул его подальше, скажем так. Но когда я вставил качественную кассету, включил его, я был просто ошеломлён качеством звука, поэтому со всей искренностью я могу рекомендовать этот аппарат для практического применения. Он полностью в рабочем состоянии, несмотря на, скажем, условно, ну, скажем, откровенно неколлекционное состояние для людей, ищущих плеера в идеальном состоянии. То есть присутствуют следы использования, времени, незначительные надписи, как видим, все на месте, незатёртые. Да, даже вот из плюсов наличие тюнера и его диапазон захватывает совковый от 65 и до европейского 108 МГц. Работает с типами лент Normal, Chrome Metal, два положения. Положение Chrome Metal, оно для лент высокого класса. В этой части AVLS традиционная, и здесь переключатель режимов работ и радио, FM, AM и кассета. Также функции лентопротяжного механизма, такие как воспроизведение, крышка подпружинена. Не знаю, можно ли будет увидеть головку, постараюсь навести резкость. На мой взгляд, она в отличном состоянии, равно как и прижимной ролик. Сымитируем остановку кассеты, зажмём принимающий узел, посмотрю, как срабатывает автостоп. Практически мгновенно, что свидетельствует об отличном состоянии пасека. В целом, крышка батарейного отсека на месте, держится крепко. Сам батарейный отсек чистый, без окислов. Пружина батарейки не в коррозии, то есть никто не оставлял на длительное время батарейки. В этом плеере. Но самое главное достоинство, это воспроизведение кассетов. Ставим кассету высокого класса, с обыкновенной банальной записью, в стиле космический синтепоп. По-моему, здесь какой-то записан, в стиле лазердан, скотта и тому подобные бенды. Среди и начала 90-х. И добавляю громкость. И вот такой Dream Dance можно слушать. И надел наушники на голову, я просто готов поставить на что угодно. Вы будете приятно удивлены качественным звуком. Также есть мега-бас, его можно включить. И звучание еще более обогатится классным саундом. Есть возможность подсоединения адаптера внешнего питания. С клюцом по центру. Стандартный стокер от Sony. На 3 вольта. Адаптер постоянного тока. Ну, в общем-то, все показал. Клипса снимается. В самом начале я с ней манипулировал, скажем так. Вставить ее несложно. И извлечь даже одной рукой. Ну, еще немножко промотаю вперед. Есть небольшое окошко. Если кассета прозрачная, то можно через это окошко наблюдать вращение бобинки. В данном случае можно только определить ее наличие. Если же вас не отталкивает, не смещается внешний вид, а нужно будет портативное устройство для ношения и прослушивания своих любимых кассет, то этот плеер сойдет для этих нитк самую радость. А когда вся вы батарейки для воспроизведения кассеты, то можно даже радио послушать и на подселках батарейки. Еще какое-то время он посет отсутки и позволит, предположим, оставаться информационным полем при распуске интернета, допустим, в такой же местности. Еще немножко промотаю. Итак, его модель FX163. Выпускались эти плееры в Малайзии и в Китае. Ну, равно как и ранние модели в Японии. Но в основном вот эта базовая серия с единичкой после FX преимущественно выпускалась в Малайзии. Хотя и попадаются китайские аппараты. Но в данном случае качество от этого не страдает. Отторжение может лишь вызвать просто слово чайное. Собственно, то, чем зарекомендовали себя китайцы в начале 90-х, поставляя всякий отстой и шлак дешевый, который продавался нашему люду, неосведомленному, в руках шедевра, не державшего никогда, ни тогда, ни сейчас. То, в общем-то, с тех пор от дешевых китайских флееров людей, которые значительно поправили уже свое благосостояние со временем, стал успешными людьми. Но зародилось вот такое отторжение. Но в данном случае Китай это качество, это исключение, это контроль Sony, это просто было удешевление производства для того, чтобы поставить качественный, классный, кассетный плеер, заплатив при этом китайцу дешево. Кто в Риме? Конечно же, сейчас, Китай это лидирующая страна в плане производства любых гаджетов, современных и менее современных, ни для кого это не секрет, но тогда они могли сделать хорошее качество под контролем корпорации Sony, задешево, и при этом наш человек взял такой плеер, он просто был счастлив. Вот я просто доверю его на отсечение. Это классный звук, это реально классный звук. Ну, не знаю, что добавить еще, то есть аппарат полностью рабочий, можно показать, как радио работает. Слышая радиоприемник, кассетная часть останавливается. Радио, естественно, просто орет, если на полный дрон, то есть, можно слушать динамику, скажем, через наушники, через наушники чувствительные, не вспомню, то... Потрескивает при настройке, конечно же, ТПЮ, но настроиться на станцию возможно. В любом случае, прием радио это не основная ее функция. Когда снова переключаем на тейп, возобновляется воспроизведение, если оно не было остановлено. Повторюсь, громкость у него просто феноменализует. Ладно, затянулся, затянулась демонстрация работы, но подведу итог, в первую очередь, для практического применения. Хотя, подойдет и любителям дешевых пластиковых гаджетов, я имею в виду в коллекцию, если какой-то неприхотливый собиратель, которого едва ли можно именовать коллекционером, но тем не менее. Я был таким в свое время и этот плеер достаточно долго у меня был, но исключительно в качестве для практического применения. Аппарат хорош по звуку. И питается не от тонкой батарейки, то есть, здесь нет способов мини-теоризации, производства, как было в экстраслимах Sony, подобного плана, как этот. Скажем, это более тонкий, изящный аппарат. Но если брать стоимость того и этого и разницу почти десятикратную по стоимости, то, конечно, для пользователя, для которого имеют значение средства, то выбор будет сделан однозначно в пользу этого аппарата. Разница по звуку несущественна, но по стоимости, конечно, колоссальная. Ну, вроде бы все показал. Благодарю за просмотр. Счастливо всем.